Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 января. И в это время у нас в Сибирском регионе уже многие огородники начали посевы. Посевы именно для теплицы, для выращивания в теплице перца, томата, для получения раннего урожая. Я тоже уже сделала несколько посевов. И так как многие просят рассказать меня о дальнейших планах, когда и что я буду сеять. Вот я сейчас покажу вам, я уже начала в этом году новую тетрадь, в прошлом году целую исписала. Вот у меня предполагаемый график посевов. Но как всегда я говорю, что мы предполагаем и могут плюс-минус 2-3 дня сместиться вправо или влево посевы. Вот 26, 27, 28 января я намечала ранние посевы перца и томатов для суперраннего урожая в теплице. Но пришлось мне колокольчик, я сейчас покажу вам, перец-колокольчик пришлось посеять 23-го, потому что он очень быстро проклюнулся. И перцы я посеяла 25-го, на день пораньше, потому что там из-за внука. Вот на конец января у меня было помечено 2 посева. Это ранние перцы и ранние томаты. Это для суперраннего урожая, то есть в маленьком количестве, не массовые. Потом, в начале февраля, у меня намечены массовые посевы. Это то есть для теплицы, те, которые позднеспелые, крупноплодные томаты, которые с длительным сроком вегетации. И перцы, которые высокорослые, которые толстостенные, которые очень-очень долго у меня спеют. Если мы их в начале февраля не посеем, то они половина не вызревают. Вот у меня тоже тут намечено или 2-го, 3-го, или 7-го, 8-го. Но это зависит только от моих личных обстоятельств, потому что 2-ое, 3-е мы тут в кукольный театр собрались с внуком идти. Если я не успею после кукольного театра посеять, то буду сеять вот 7-го, 8-го. Мне все равно, или в выходные, или после буду сеять. Это вот который длительный период. Потом в средине февраля, или 11-го, 12-го, или вот на субботу, воскресенье, 16-го, 17-го, у меня намечено посевы для теплицы. Но уже перцы, которые не высокорослые, не крупноплодные, а вот средние, скороспелые, все остальные. И у меня написано, что закончить перцы до 18-го февраля. Мне до 18-го февраля надо все перцы для теплицы посеять. Потому что я уже заметила, когда сею после 18-го, 20-го, в конце февраля, не успевают отдать весь урожай. И половину приходится снимать зелеными. Зеленые перцы мне не нужны, поэтому я вот до 2-й декады февраля я уже стараюсь закончить все. И для открытого грунта я начинаю только после 8-го марта. Вот у меня написано, это первый посев для открытого грунта. Раньше, начало марта, для открытого грунта ничего я не сею. И то, я вот 9-го, 10-го сею только позднеспелые, с длительным сроком созревания, самые крупные, которые в открытом грунте. Такие вот великаны, которым нужен длительный срок. Пишу, что перцы для улицы в эти сроки я уже не сею в марте. Потому что сеять бесполезно, но зеленые будут. Но некоторые сеют, можно скороспелки, вот совсем-совсем, которые скороспелые, все. И в средине марта у меня начинаются самые такие массовые посевы. В средине марта я сею все средние, среднеспелые, вот, ну, все середины, такие середнички. Сею томаты в тоннели, для продажи в тоннели, чтобы выращивать рассаду массовое. Сею в средине марта. И для продажи, для выращивания в теплице сею только в конце марта. Иначе она перерастает. Сею 27-го, 28-го, 29-го. Я уже говорила, могу сеять до 1-го мая. И тут же, в те же сроки, когда я сею для выращивания в теплице на продажу, я сею все скороспелки, ультраскороспелки, вот, конец марта. Это идеальный срок. Они как раз апрель и май сидят. Им 60 дней в конце мая. И для них самое то. Мы их высаживаем, они моментально начинают свисти. Но, что бы я вот здесь не написала, я в любой из этих дней, если мне захочется, я могу посеять и более рано скороспелку, могу посеять и более поздно крупноплодную. Это зависит от многих факторов. Например, появится какой-то сорт, который я не посеяла в ранние сроки, но он крупноплодный и позднеспелый, я его и позже могу посеять. Это все мы, я всегда говорю, мы хозяева на своем огороде. И вот все, что я уже посеяла, я уже написала. Вот, 25 января у меня был первый посев перца для раннего урожая. Сеяла сухие семена, необработанные, поливала дорожки привык к урам до посева и после посева. Все семена магазинные сею в первую очередь, чтобы успеть, если они не получатся, не взойдут или что-то, чтобы я успела еще их пересеять. Вот для первого урожая я свои сею только венти и белый налив, остальные все магазинные семена. Потом посеяла, вот те, которые, помните, были у меня я до наклевывания их, их тоже посеяла. Вот в первую очередь, 26 я посеяла те, которые мои проклюнулись, бекмама, рамира, колокольчик. А остальные семена я сеяла только сегодня. И так как они не проклюнулись, видите, написано, не проклюнувшимися сеяла, я их все-таки посеяла в землю с надеждой, что они когда-то проклюнутся. Но, и вот пишу, что в первую очередь я всегда сею магазинные семена, от которых можно ожидать проблемы и которые нужно еще успеть пересеять. Поэтому я их вот все посеяла магазинные. Но я всегда подразумевается у меня, что если они не получатся, то я в начале февраля, когда там писала, буду усеять остальные, я посею еще раз. Или своими заменю, или их еще раз попробую. Также 26 января, это уже третий лоток у меня, я посеяла самые неприхотливые томаты для получения суперраннего урожая. Посеяла сухими семенами в непротравленный грунт. Все это я показывала очень подробно. Два раза увлажняла при куром, до и после. И вот тут отличие в чем с томатами, что для раннего урожая я сею только свои проверенные семена, так как пересевать их будет поздно. Если у меня, например, я посею неизвестно какие, и я не буду знать, как они будут себя вести, как они взойдут, я просто не получу суперранний урожай томатов. Потому что без раннего урожая перцев можно обойтись, а без томатов нет. Мы все любители томатов, и мне кажется, у всех томаты всегда на более высшей ступени, чем перцы, с томатами можно делать и салаты, и все на свете, а перец вроде идет как добавка. И тут я посеяла все свой гемидов. Настенька, русские колокола, королевские клуши, госпожа удача. Все это я посеяла. Вот на сегодняшний день, на кануне февраля, у меня посеяны перцы ранний урожай, для получения раннего урожая в теплице, и томаты. Больше никаких у меня посевов нет. Все посевы остальные буду делать в феврале для теплицы, а в марте для открытого грунта. Все, до свидания. Вот такой подробный график я показала и рассказала для тех начинающих огородников, которые вообще не могут сообразить, когда что сеять. Может быть, некоторые даже установили теплицу, но до сих пор сомневаются, в какие сроки сеять томаты, в какие перцы. Все, я рассказала о своих посевах, но еще раз добавлю вам, вы можете графики свои составлять, как хотите, но вот как угодно. И пока вы сами не проверите все эти даты на своем участке, на своих условиях, на своих сортах, вы все равно не найдете того варианта, но никто вам не скажет такой вот золотой список, список, например, топ-5 или топ-10 сортов, которые безотказные всегда, у всех условия разные, у всех у нас подход к растениям разный, и количество времени, которое мы тратим для ухода, тоже разное. Может быть, вам подойдут одни сорта идеально, а другому человеку не подойдут. Все, до свидания. Желаю удачи в этом сезоне. Продолжение следует...